Вместе давали интервью, после этого вышла статья в одной газете. Газета «Новое поколение» – статья с не очень хорошим названием. Как ты могла бы это прокомментировать? Кстати, я хотела бы, воспользуясь, кстати, вот... Да, я вот об этом... А уже отбуду, я не читала. Нет, у меня брали интервью газета «Новое поколение» и спросила такой вопрос, почему там нет, ну, скажем, наших... Мэтров, мэтров. Да, да. Я сказала, ну, вы знаете, как-то, когда выходит мэтр и его обсуждают, но это не очень, да, и дипломатично, да? Это не очень дипломатично, это конкурс молодых исполнителей. В общем-то, я сказала, на самом деле, как бы, это конкурс молодых, я сказала, это конкурс для молодых. А в Москве, кстати, вот, проект «Призрак оперы» и там мэтр выступает. Нет, ну, знаешь, бывают разные конкурсы. Это проекты разные, да. Когда мы будем делать «Призрак оперы» в нашем варианте, может быть, кто-то и согласится у нас. Это же очень хорошая идея. А на что заголовок был таким «Махпал Женосова, подвинься». Знаете, я теперь поняла, почему «Махпал Женосова» не знаю. Я теперь поняла, почему неделю «Махпал Женосова» не брала трубку. Да, я ей звонила, хотела пригласить ее в члены жюри. Она сбрасывает трубку, чего, в общем-то, никогда не делала. И тут мне говорят, что вот такая статья появилась. И серьезно, у меня был шок, да, шок. Я сама журналист, но не до такой же степени. Ребята, это нехорошо, не красиво, потому что я этого не говорила. Вот личная проблема. Давайте на первой полосе писали, вот эта газета написала «Махпал Женосова, подвинься». Но это просто, я не знаю.